Очаков ТВ представляет Добрый вечер. Привет. Вы как доктор сидите? Видимо, лечите кого? Лечу, лечу, конечно. Пациентов как кого? Доктор же лечит пациентов, я лечу пациентов. Я же задал вопрос с формой кого, и вы не ответили, кроме пациентов. Пациентов. У вас же есть конкретные, наверное, да? Вы знаете, почти все, вот мои собеседники, это пациенты. Почти все, за редким исключением. А почему так происходит? Это Россия, детка. А, то есть, если вам попадется украинство, он будет абсолютно адекватно. Нет, нет, я говорю про Россию сейчас. А, вот только с Россияном, как говорится. Ну, я же поставил в поиск Россию, конечно. Когда я ставлю в поиск Украину, да, там адекватных людей на порядок больше, чем неадекватных. А у вас наоборот, в России, на порядок больше неадекватных. А в чем заключается неадекватных? А неадекватность заключается в... Сейчас придумаю. Нет, нет, я пытаюсь сформулировать мысль так, чтобы вы поняли. Я понимаю. Неадекватность заключается в антигуманной, античеловечной, античеловечной чаще всего реакции на происходящее событие. В частности, на войну между Россией и Украиной. А вы не пробовали, спрашивая, об этом украинский? Спробовал, конечно. Но как они к этому относятся? Очень отрицательно, очень. Война с 14-го года воздушку... Очень отрицательно. С 14-го года, когда Россия напала на Украину, с самого 14-го года очень отрицательно все украинцы относятся к войне. Вы помните, как это называлось? Антитюрористическая операция, по-моему, да? Украинская. Да, да, да. Когда ваш полковник ФСБ с группой бандитов вооруженных захватил город Славянск, была объявлена антитюрористическая операция. Совершенно верно. Да. И когда бомбили мирные города ваши граждане. Какие мирные города бомбили? Донец, когда бомбили. А, Донецк бомбили? Чем бомбили? Да. Чем? Как бомбили? Чем бомбили? Ну что? Бомбами. А, бомбами. Ну, наверное, не сигаретами. То есть летали самолеты и бомбили Донецк, правильно? Абсолютно. Там еще кондиционеры летали, помните? Вы знаете, я давным-давно уже такой глупости не слышал. Даже ваши самые... Вы мне не даете это сказать. Даже ваши самые матерые пропагандисты не говорят такую глупость. Донецк бомбили бомбами украинские самолеты. Ну что вы имеете? Это даже не смешно. Ой, ты боже мой. Как я вас обидел. Нет, вы меня не обидели. Вы знаете, я привык к тому, что россияне говорят чушь. Чушь. И когда им говоришь, что это неправда, и они это, главное, скорее всего, знают. Им только, кроме как усмехаться, истерически ничего не остается. Вот то, что вы сейчас и делаете. Мне кажется, вы не доктор, а вы какой-то принимала. Нет, нет, я психоаналитик. Вы принимала. Я психоаналитик, да. Вы можете называть меня как хотите. Пациент, вы знаете, вам как пациенту позволено все, что вы говорите. Ну, я вам все сказал. Вы можете говорить, что хотите. Как ваши доблестные войска бомбили Луганско-Донецк. Кто, как? Посмотреть. Когда, когда бомбили Донецк с самолетов бомбами. Как, да, как, да. А, все, да, это весь ответ, да. Посмотрите новую. А я смотрел, вы врете, такого нет. Тестрит, пестрит, только для доктора долбоеба, нет ничего. Не ругайтесь матом, зачем вы ругаетесь? Я с вами без мата разговариваю. Вы не умеете, да, говорить без мата? Я с калматом, пардон. Смотрите, давайте, давайте сейчас вот я найду на интернете, вы мне дадите, что мне найти. А я посмотрю, давайте, давайте, какой запрос знать, говорите. Давайте, Луганск. Нет, не Луганск, мы сейчас о Донецке говорим. Секунду. Самолет ВСУ ударил по Луганску. Мы сейчас говорим о Донецке. Бомбы на Донецк. Бомбы на Донецк мы сейчас говорили, правильно? Доктор, доктор. А, вы переобулись сразу. Вы сразу переобулись с Донецка, вы переобулись в Луганск, да? Вы же говорите, что я ваш пациент, правильно? Я понимаю, я понимаю. вы поняли что вы обделались то про донецком ничего нету и вы перескочили на лугах правильно вы доктор так что насчет насчет донецка бомбили донецк или нет то есть вы не доктор вы берете свои слова обратно бомбили донецк где какой видать запрошу выше бомбили донецк сперва наберите как давайте с донецком закончим а потом дальше а вы доктор или говно нет нет я психоаналитики ну так и говорю наберите как самолет вы сказали что бомбили да нет я попросил вас и доктор или говно я доктор с говном сейчас разговариваю поэтому дайте мне дайте скажите мне как мне набрать скажите мне как мне набрать запрос какой то вы видите что бомбили донецк давай самолет военнослужащих сил бомбил донецк правильно ударил бомбами по луганске а так вы балабол вы же говорили да нет то есть насчет донецка вы сбалаболили правильно согласитесь что вы сбалаболили и мы поговорим о луганске давайте это же нет проблем конечно такой доктор или пиздоболами ну ты сбалаболил не ругайся матом и 3 ты не ругай вы же меня как доктор чего ты ругаешься матришь тебя второй спрошу не ругайся ты же меня как доктор должен поддерживать правильно я тебя не должен были 5 лечить должен я этим и занимаюсь давай ты признаешь то ты обделался с донецком полностью я с тебя бомбами на донецк ты признаешь что ты обделался и мы с тобой перейдем к луганску совершенно верно давай так и признаешь ты сбалаболил по поводу бомбами на это вооруженных сил украины ударили по центру луганск где были убиты она да не донецк как донецк донецк ты же говорил донецк доктор доктор ты же говорил донецк доктор мы с тобой перейдем на донецк мы начали с донецка мы с ним закончим а потом перейдем на луганск и я тебе все объясню про луганск давай нет проблем а ты пиздобол а ну ты слушай ты третий раз ругнулся вот и все поняли это матом ругается я не вижу смысла с ним говорить дальше вот это естественно пациент мой это мой пациент который понял что он обделался по полной программе он понял что он соврал и самое самое главное что он сам знает что он это соврал он знаешь про донецк он соврал он знает что про бомбы он соврал но слова скобеевой нарративы вот эти вот скобеевский соловьевские у него такими зацепками в мозгу сидят и даже зная что он врет даже знаю что он врет он будет продолжать врать а когда я попросил ну хоть какие давай мы наберем это в интернете он тут же начал соскакивать точнее начал я соскочил на луганск вот луганске мы знаем действительно что там был удар по штабу заседавшие россияне заседали в штабе там и нурсами самолеты нанесли удар вот а про донецк он обделался он просто обделался поэтому и самое главное когда я ему говорю давай мы закончим про донецк он тут же начинается скакивать на доктор начинает матом ругаться ну то есть человек тему не вывозит вообще обделался с донецком с бомбежками донецка поэтому это просто еще один то что ты это я я это вижу еще один появился кстати давно таких не было убежал давно таких не было которые донбили бомба вот это и стоят чувак ты задержался уже донбили бомба уже даже это выражение многие начинают забывать потому что это уже не актуально уже все поняли что вы обделались этим донбили бомба по полной программе а ты все еще старыми нарративами мыслишь быть новенькая найди дурачок есть дурачок друзья не забываем подписываться на канал ставим лайки обязательно распространяем в сетях и кто хочет поддержать канал на патреоне под каждым роликом есть ссылочка самые активные слушатели зрители там подписываться больше 80 человек сейчас там вот поэтому присоединяйтесь если вы хотите в самой большой мере поддержать канал все друзья спасибо до новых встреч спасибо спасибо